Афанасий Николаевич Осипов Афанасий Николаевич Осипов Афанасий Осипов Афанасий Николаевич 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 Осипов Потому что он действительно На торжественном мероприятии присутствовали дети и родные Афанасии Осипова Его коллеги, а также приглашённый гость представитель Российской Академии Художеств, искусствовед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Художеств Шишин Михаил Юревич. На мой взгляд, мы присутствуем при очень важном событии, не только для школы, а вообще для изобразительного искусства. И не только республики, а в целом, может быть, для России. Потому что закладывается замечательная традиция, когда имя и творчество, и наследие выдающегося художника связывается с будущим. Потому что школа – это всегда будущее. И когда будущее связывается с высоким искусством, это только залог того, что обязательно у этой школы будет какое-то сильное процветание, будут новые успехи, и будут такие ученики, которые принесут славу этой школе. Сомнения молодых людей, тем более в наше такое сложное время, оно велико. И вот когда они будут видеть перед собой опыт человека, который из сельской местности достиг самой высокой точки в изобразительном искусстве в России, то для него это будет для маленького человека, будущего ученого какого-нибудь повод подумать, а может быть, у меня получится. Может быть, я тоже пройду этим путем, и также обо мне будут вспоминать. Отдельного внимания заслуживает школьная художественная студия, которая в этот день презентовала галерею работ своих воспитанников. Событие, которое сегодня произошло у нас в школе, открытие галереи изобразительного искусства, для нас большое событие. Надеюсь, что галерея будет существовать долгие годы и работать эффективно. В основном тут висят работы тех учащихся, которые решили связать свою судьбу именно с профессией изобразительного искусства. Надеюсь, что в будущем их мечты сбудутся. Есть работы начальных классов, которые только начинают заработать. Есть работы учащихся, которые работают уже несколько лет в студии, и занимаются в студии. Гости мероприятия высоко оценили мастерство и талант начинающих художников. Девочки поразили в вашей галереи наверху. Изольда. И вот еще рядом рисунки были, такие сюрреалистические девчонок. Вот эти две вообще очень даже. Одна график, другая живописец. Вообще молодцы. Школа сотрудничает с Намским педагогическим колледжем технологии дизайна имени Ильи Винокурова. Выпускники Берджигостяской школы ежегодно поступают в Намский колледж, а студенты приезжают в школу на учебно-производственную практику. Ну, ежегодно поступают учащиеся. Именно вот в Намский колледж поступают. Я подготавливаю их именно к экзаменам вступительным. Есть дети, которые учатся, конечно, в высших учебных заведениях, которые закончили. Ну, выпускники наши приезжают и на практику сюда, проходят педагогическую практику по изобразительному искусству именно в начальных, среднем звене. Немецкий поэт, философ Фридрих Шиллер говорил, чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, его следует прежде всего воспитать эстетически. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием. Ну, я считаю, что любое художественное или музыкальное, или любое творческое образование для детей – это залог их успеха в жизни. Просто некоторые сейчас этого не понимают. Им кажется, что если встанешь на путь практицизма, ты добьешься гораздо больше. На самом деле нет. Чем больше ты развит, чем больше ты умеешь в жизни. Пусть тебя там в детстве заставляли, скажем, играть на каких-то музыкальных инструментах, или там давали краски, ты рисовал, тебя хвалили или нет. Но на самом деле, если ты все это в себе пронес, неважно в какой области, ну, в том числе и в рисунке, в живописи, то это дает тебе потом жизненный толчок. Это помогает твоему общему образованию, которое всегда поможет твоему образному мышлению. И когда тебе надо будет потом принимать какие-то решения в любой области, если ты занимался творчеством, эти решения будут гораздо более яркими и правильными. Поэтому я только за, чтобы это с самого детства, с самого раннего детства детки начинали заниматься творчеством. Для школы красота и уют имеют особое значение. К созданию теплой атмосферы в школе вовлечены все – преподаватели, родители и дети. Плоды совместных работ не остались без внимания. Школа очень шикарная, конечно. Я не ожидал, что тут прям так все, ну, очень даже на уровне. И сколько у вас наград, оказывается, уже заработали за все это время. Ну, это личный, наверное, директор, очень большой респект. У нее работы, которые висят здесь тоже, в стенах самой школы, я их ни разу в жизни не видела. Я их сфотографировала, сейчас искусствоведу показываю, у нее тоже глаза круглые. Учащиеся Бердегастяской школы имеют достижения по всем направлениям, будь то точные науки, или гуманитарные, либо творческие конкурсы. На торжественной части мероприятия гостей поздравляли лучшие ученики школы. Бесценным подарком от детей родных художника стали картина, автопортрет Афанасия Николаевича Осипова, портрет Маши, портрет женщины и большая фотография Афанасия Николаевича Осипова. Не будет преувеличением назвать такой подарок неоценимым вкладом в развитие и воспитание будущего поколения. Афанасий Николаевич является примером для подрастающего поколения. Не только его творческий путь, но и жизненные ориентиры. Ну, я хочу сказать, что вообще Афанасий Николаевич Осипов, он очень был большим мастером своего дела и очень любил детей. И так как он к каждой своей картине подходил с таким очень большим требованием того, чтобы картина могла его называться произведением искусства, потому что он очень часто говорил, что картин много, но не каждый из них могут называться произведениями искусства. Поэтому он очень тщательно подходил к этому делу и очень много приложил работы и усилий. И вот эта работа и усилий, он очень высоко оценивал труд. Я думаю, что именно то, что здесь вот в школе именно присвоено его имя, это очень важно, потому что школа, она всё-таки даёт образование, даёт, закладывает именно в детях вот будущую их профессию, и будущий их труд. И эта профессия, она очень сильно, конечно, повлияет на их будущие судьбы. Они все кем-то станут, дети, они все талантливые, они приобретут какие-то свои профессии, но все они дети, которые выпускники этой школы, которые в данное время здесь учатся, они также будут знать имя Афанасии Николаевича Осипова и будут интересоваться, благодаря присвоению имени, будут интересоваться по высоким изобразительным искусствам через имя моего отца Афанасии Николаевича Осипова. Возможно, дальше они захотят интересоваться и изучать эту прекрасную науку. Впереди у школы много мероприятий по увыковечиванию памяти Афанасия Осипова. В следующем году в планах установить мемориальную доску на территории школы. Гости торжественного мероприятия пожелали школе успехов и плодотворной работы.